Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И в начале коротко о темах выпуска. Депутаты Ленинского района обсудили изменения в бюджете муниципалитета. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района. За торговлю вне закона нерадивых предпринимателей ждет ответственность. Наши индивидуальные предприниматели обращаются к нам и согласно схеме выдаются все разрешительные документы. И расскажем о том, как видновские журналисты стали шахматистами. Иду дальше, значит, пока пробежался, вы делаете ход все в моем присутствии. Совет депутатов Ленинского района провел внеочередное 34-е заседание. Основной вопрос, стоявший на повестке дня – обсуждение изменений в бюджет муниципалитета. С докладом об изменениях в бюджете на 2019 год, а также на плановый период следующих двух лет, выступила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района на сумму 139,269,78 тысяч рублей за счет увеличения между бюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципальных образований поселений, бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В докладе отмечено, что увеличится и расходная часть. За внесение изменений в бюджет муниципалитета Совет депутатов проголосовал в полном составе. В Видном ведется борьба с точками продаж, где идет торговля вне закона. Обычно это палатки, стихийно расположенные в многолюдных местах города. Вместе с членами рабочей группы в рейде по несанкционированной торговле побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. По постановлению главы Ленинского района была создана рабочая группа по выявлению фактов несанкционированной торговли в весенне-летний период. В городе Видное состоялся рейд по незаконным торговым точкам. Одна из них находилась около дома номер 10 по улице Радужная. Здесь мы видим самовольное размещение сооружения для учтения торговли. Палатка незаконная на муниципальной земле. Имеется крупногабаритный мусор за палаткой, складируется. И, видимо, отсутствует договор на волос мусора с региональным оператором в нарушении закона. Палатка по продаже овощей и фруктов была расположена на месте для парковки автомобилей. Человек, отвечающий за товар, назвался грузчиком и не смог предоставить никаких документов. У вас есть договор какой-то с вашим, с кем вы работаете? Это документы ваши личные? Все там находится. Позже, когда на место прибыл владелец торговой точки, ему было выдано уведомление о составлении протокола. Для этого он должен явиться в отдел Госадомтехнадзора. Чтобы осуществлять торговлю легально, в специально отведенных для этого местах предпринимателю нужно оформить необходимые документы. У нас по закону, чтобы все провести в правовое русло, есть схема нестационарной торговли до 2020 года, в которой наши индивидуальные предприниматели обращаются к нам и согласно схеме выдаются все разрешительные документы. Как получить эти точки? Нужно придти, подать документы, рассказать, какую продукцию вы собираетесь торговать, все сертификаты соответствия, все документы, какое ИП, рассказать, кто вы, что вы. И все, никаких проблем дальше нет. За самовольное размещение объекта индивидуальному предпринимателю грозит штраф в 8 тысяч рублей. Также его обязали в течение нескольких часов демонтировать палатку, что он и сделал в тот же день. Другое излюбленное место стихийной торговли – территория около станции Расторгуева. Здесь была обнаружена точка продажи одежды. Однако привлечь продавца к административной ответственности оказалось невозможным, так как он торговал не на муниципальной земле, а на землях, принадлежащих компании РЖД. Сотрудники полиции обязали убрать столы с товаром и порекомендовали оформить все по закону. Тем более, что в будущем проверки продолжатся. Данная группа будет мониторить в течение всего лета, как минимум, такую торговлю. И совместно с сотрудниками полиции будем, так сказать, ликвидировать незаконную торговлю на территории Ленинского муниципального района. В этом году Ленинский район будет праздновать свое 90-летие. В связи с этим событием выпущены памятные медали. Их выручают людям, которые своими делами внесли большой вклад в развитие Ленинского района. Некоторые награды вручает лично глава муниципалитета Валерий Венцель. В этот раз награды нашли героев прямо на рабочем месте. Подробности у Максима Козлова. Раннее будничное утро. Глава муниципалитета идет через проходной завода «Гипсобетон». Первым делом осмотр небольшой исторической экспозиции в фойе главного здания. Среди экспонатов книга «Заводской славы». План выполнен 102,9%. Только время не прошло, а план и выполняется. На предприятии трудится около 230 человек. В прошлом году завод отпраздновал свое 55-летие. Валерию Венцулю и сопровождающему его первому заместителю главы администрации Альберту Гравину продемонстрировали производство. А церемонию награждения памятными медалями устроили в одном из цехов. Для нас, в первую очередь, и для органов местного самоправления, очень важно помнить и чтить свою историю. И, конечно же, ценить самое главное богатство – это тех людей, которые своим трудом создают благосостояние нашего муниципалитета. Ведь ни для кого не секрет, что помимо рабочих мест, это еще налоговые отчисления, за счет которых формируется бюджет нашего муниципалитета. Завод «Гипсобетон» является партнером многих строительных компаний Москвы и Подмосковья. Глава района вручил лучшим работникам предприятия 33 памятные медали, выпущенные к 90-летию Ленинского района. Среди награжденных как представители руководства завода, так и рядовые работники. Это радует. Это тоже тот же стимул, понимаете, что о нас не забывают. С родственниками будете отмечать? Ну, такое и дело, надо обмыть шампанское. Также повод откупорить шампанское появился у работников торгово-промышленной фирмы «Конструкция». У ней несколько производств, самое крупное из которых в Ленинском районе. Коллектив предприятия составляет более 80 человек. Здесь в главе продемонстрировали и производство, и образцы выпускаемой продукции. Это минимальный окна, то есть когда пользователь фактически, собственник не видит ничего. На этом предприятии награждение состоялось также недалеко от рабочих мест. Памятные медали вручили 13 представителям трудового коллектива. Очень приятно, что администрация ценит вклад нашего предприятия в экономическое развитие района. Очень приятно, что действительно главный руководитель имеет своей возможность прийти и пообщаться с людьми. Безусловно, это очень располагает. Действительно, после награждения работники предприятия имели возможность задать Валерию Венцулю вопросы, касающиеся планов развития промышленных зон муниципалитета. Мы с ними договорились о том, что будем проводить такие встречи, такие мероприятия, для того, чтобы понимать, какая потребность от нас, как органов местного самоуправления, для учреждений предприятий необходима. Ну, может быть, в том числе и к вам будем обращаться. Ведь именно вот в таком сотрудничестве, в таком соработничестве появляются хорошие, очень интересные идеи. В ближайшее время глава муниципалитета планирует посетить и несколько других предприятий района. Максим Козлов, Николай Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Проект «Спорт» в каждую редакцию, уже почти год действующий по всему Подмосковью, наконец-то добрался и до телеканала Видное ТВ. В нашей редакции прошел шахматный турнир, в ходе которого журналисты показали себя неплохими шахматистами. О том, кому из них удалось сыграть с гроссмейстером в ничью, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Совместный проект Российского спортивного союза молодежи и союза журналистов Подмосковья «Спорт в каждую редакцию» стартовал еще в феврале этого года. За это время организаторы успели побывать в семи редакциях в Московской области, где вместе с журналистами делали зарядку, встречались с известными спортсменами, устраивали турниры и осваивали новые виды спорта. Решили реализовать в восьми редакциях. Вы оказались в восьмой, заключительно, где мы представили шахматы. Это по-своему мы возрождаем старые добрые принципы производственной гимнастики. Мероприятие началось в небольшой разминке. Журналисты хоть люди и творческие, но много времени проводят за компьютером. Поэтому первым делом нам предложили размять кистевые и локтевые суставы, а затем мышцы и суставы плечевого пояса. Потом перешли к самому интересному шахматному турниру. Нашим сотрудникам предстояло сразиться с мастером спорта по шахматам Александром Болховитиным. Иду дальше. Значит, пока пробежался, вы делаете ход все в моем присутствии. Быстрые шахматы. Свет выключаем, нет? Конечно. Сразиться с настоящим гроссмейстером – это вам не сеанс одновременной игры с великим комбинатором. Страстики пели нешуточные. Участники выбывали из игры один за другим. С гроссмейстером я никогда не играла. Честно говоря, было сначала страшно, но сейчас я смотрю, в общем-то, мне кажется, он мне немножко жалеет. Извините вам, мать. Вот. Ну, вот видите, мат рядом. Сейчас я уже начинаю бояться снова. Болельщики внимательно следили за игрой и делали ставки на победителя. С кого вы болеете? Ну, за достойных. Мой герой – Александр Викторович. Человек жизнь кладет на шахматы, учит наших детей, внуков. Каждые выходные он играет с утра до ночи. Конечно, за Татьяну Брылова болею. Она прям настроена на победу, не иначе. Женская солидарность. Ну, не только женская солидарность, она вот одна смелая женщина из нашего коллектива, которая против мужчин решила бороться за победу. Я думаю, у нее все получится. Очень приятно смотреть, что редакция так хорошо, соответственно, все большое подошла к данному мероприятию. Я не ожидал, честно говоря, такого уровня. Особенно уровня игроков. Молодцы ребята, держатся, играют достойно. Как оказалось, Татьяна Брылова напрасно волновалась. В итоге именно ей удалось дольше всего продержаться и сыграть с гроссмейстером ничью. Еще раз предлагаю ничью. Мастер спорта по шахматам Александр Болховитин высоко оценил уровень игры наших журналистов. Видно, что человек занимался шахматами. Да, поэтому и была интересная игра, и человек вспомнил. Сегодня сеанс был. Цель его, конечно, не обыгрывать так всех, а чтобы люди вспомнили, как играют в шахматы. И что-то, конечно, запомнили. Планируется и дальше проводить подобные мероприятия в редакциях Московской области. Организаторы рассказали, что в будущем они сделают такие выезды еще более зрелищными и добавят немного экстрима. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. И на этом у нас все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Мы работаем с вами и для вас. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова